Я постараюсь долго занимать ваше внимание, тем более уже много было сказано содержательно, полезно. В принципе, я как эксперт в сфере прав человека, позвольте себе пару мыслей на эту тему сказать, чтобы прозвучала интересная статистика. Что бы я сказал, что минувший год стал годом девальвации не только национальной валюты украинской гривны, он также, на мой взгляд, очень сильно девальвировал такое понятие, как европейские ценности, включая многократно нам преподнесенные с таким большим позитивом слова, как демократические стандарты, правовой приоритет, верховенство права и неукосимое соблюдение права и свобод человека. Я так, насколько понимаю, большинство из этих присутствующих не раз слышала и вживую, и средств массовой информации за последние годы, во время президентства Виктора Януковича, высказывания от наших европейских партнеров в различных сферах, что для Европейского союза сотрудничество с Украиной и партнерство с Украиной – это вопрос не просто геополитический, это куда более важный вопрос, это вопрос именно европейских ценностей, под которым поднималось стремление приобщить Украину именно к этим самым европейским ценностям. А что мы увидели из текущего? Оказалось, что вот эти самые европейские ценности были не более чем яркой обердкой, под которой скрывался вот тот до более известный циничный сугубо подход геополитического интереса. То есть Янукович, как донес во время Кучма, был плохой не потому, что он чего-то там не соблюдал или при нем были какие-то вопиющие, кричащие нарушения, просто он в призме, скажем так, геополитических интересов стран Запада, ну, прежде всего США, также Евросоюза, он был, образно говоря, не их сукиным сыном. Несмотря на то, что он все три года своего президентства стремился всячески понравиться Западу, тем не менее своим он для них не стал. Поэтому против него при любом случае поднимались такие уже заезженные претензии, как политические преследования, нарушение свободы слова, нарушение права человека и так далее. Ну, то же, чем в свое время, скажем, очень сильно прессовали Кучма, особенно на исходе его уже второго президентского строка. Вот меня вот, скажу честно, с одной стороны удивило и в то же время позабавило недавнее заявление очередного европейского чиновника, который побывал на Украине с визитом, вот такая интересная должность, директор по правам человека, генерального директората по правам человека Верховного Суправа Святой Европы, специальный представитель генерального секретаря Святой Европы по Украине, Кристос Жабнукопулус. Значит, он, встречаясь с Кожемякиным в комитете по правам политики Верховной Рады, заявил буквально следующее. Мы констатируем, что ситуация в Украине с обеспечением права человека существенно улучшилась. Это для того, чтобы сделать такое заявление, ну, на мой взгляд, тут две, может быть, причины. То есть надо или совсем не знать того, что происходило на Украине за истекший год, или, что, скорее всего, я думаю, сознательно не хотеть знать, ну, как говорит известная источная мудрость, хуже всякого глухого, тот, кто не хочет слышать. Вот. То есть, в принципе, уже говорили тут уважаемая Елена Запорожцева об этом говорила и другие. То есть, можно целый спектр взять проблем, которые мы получили вот за истекший год, вот в сфере прав человека, по которому никак нельзя сказать, что ситуация улучшилась. То есть, наоборот, она катастрофически, можно сказать, ухудшилась, она просто в ряде вопросов валилась. Ну, в принципе, конечно, если уже одного того, что на территорию Украины идет, можно говорить, там, гражданская война, либо какой-то ограниченный вооруженный конфликт, но в любом случае гибнут люди, их количество уже перевалило за 4, может, уже где-то за 5 тысяч, это причем официальная статистика. Вот. Уже одно это то, что нарушается фундаментальное право человека, право на жизнь, никак не позволяет говорить о том, что ситуация с правами человека на Украине улучшилась. Потому что, ну, не было ведь такого ни при Януковича, ни в целом за все 20 лет существования украинского государства. Сейчас оно есть. Допустим, или взять ту же трагедию в Одессе 2 мая, которую всячески уже стараются забыть, как будто этого уже не было. И тоже было массовое убийство людей, причем убийство сугубо по признаку их политических взглядов, которые кому-то там не нравились. То есть это не... Можно на минутку представить, чтобы такое, допустим, было там при Януковиче, либо даже при Кучме, чтобы взяли вот людей, которые исповедуют какую-то другую там идеологию, или к чему-то другому призывают, взяли вот так вот, сожгли средь бела дня, вот застрелили. Вот такого не могло быть по определению. А если бы это случалось, то это уже, можно представить, какой бы вызвал всеобщий резонанс мировой, и уже бы, как говорится, тех президентов, по крайней мере, тех непосредственных исполнителей, уже бы ждали в известных местах, ну, там, Галактический трибунал и так далее. Здесь же вот такое произошло массовое циничное преступление, вот, о нем, как бы, уже забыли, практически никто не вспоминает. Более того, говорят, что улучшение ситуации с правами человека. Можно взять по любой другой позиции, вы говорили о ситуации со свободой слова, опять же, вспомним, меня вот удивляло еще в период третьего-четвертого года, при посещении разных конференций, которые проводили, так называемые, грантаецкие организации, когда говорили, что одна из больших проблем Украины, вот, прикучно, проблема со свободой слова, наступление цензуры. Меня всегда удивляло, потому что я не мог понять, где, в чем оно проявлялось, это наступление цензуры. Ну, ты помните, известное слово, темники гуляла вновремя. Вот сейчас, по-моему, никакого уже нет никаких сомнений в том, что не просто темники, есть просто жесточайшая идеологическая цензура, которая даже не скрывается, более-то уже есть соответствующее министерство, которое будет этим заниматься. Но, тем не менее, почему-то никто этого в упор не хочет видеть, прежде всего, на Западе. Ну, а у нас, опять же, те, кто, соответственно, на этой проблематике кормились не один год, и, можно сказать, не одно десятилетие, многочисленные неправительственные организации, ну, естественно, они не просто этого не видят, они это сознательно оправдывают, потому что они считают, что если цензура в их пользу, значит, это хорошая цензура. То есть, опять же, то, что называлось всегда двойными стандартами, вот мы увидели очень ярко в этом году, даже я бы сказал, что это переход уже даже от двойных стандартов просто к сознательному разрушению всяких стандартов. То есть, опять же, классическая фраза, вот, известно, ее часто употребляют, вот, не помню, кто это сказал, Рузвельт, или кто из американских деятелей по поводу самосы, что он сукин сын, но он наш сукин сын. То есть, соответственно, как бы, хотя бы тут есть какое-то признание, да, что он, в общем-то, плохой, мы это видим, но поскольку он наш, мы временно этого не будем замечать. Сейчас, в принципе, как бы, есть щетка. И вот он наш, значит, он идеально хороший. То есть, вот, когда делаются такие заявления, которые делаются, вот, которые я процитировал представителям европейских структур, ну, а ПСАКи, там, американских, других деятелей, тут вообще говорить не приходится, они просто исключительно в превосходных степенях говорят о том, что происходит на Украине. То есть, поэтому здесь есть полное абстрагирование, уже и отказ от любых, как бы, критериев, вот, в том числе формальных соблюдения любых норм права, любых стандартов, в том числе принятых для самого Запада. То есть, для Украины, как бы, считается, это неважно. То есть, есть голый геополитический интерес, то есть, есть удобное правительство, удобный режим. Вот, а что он там будет делать на этой территории, вот, с этими стуземными гражданами, ну, это как-нибудь уже, как говорят, проблемы туземцев, они никого не интересуют. И, конечно, самое тревожное, скажем так, из того, что показал этот год, и что готовит год следующий, что очень многие на Украине, ну, прежде всего, те, кто пришли к власти в результате февральского переворота 2014 года, они совершенно, очевидно, на достигнутом останавливаться не хотят. Более того, даже вот, ну, это показывает их выступление и в СМИ, и в интернете, и даже вот личное общение многих, я думаю, приходилось сталкиваться с этими аргументами. То есть люди хотят дальнейшего укрепления именно вот этого режима, который установился антидемократического, максимально подавляющего другие точки зрения, подавляющего своих политических оппонентов. Они хотят довести его до какого-то уже действительно законченного варианта. То есть, ну, по сути, сейчас он такой полуавторитарный еще, то в идеале его хотят сделать действительно уже таким кондово, даже не авторитарным, а тоталитарным. Ну, надежда в этом плане единственная на то, что, как говорят, большие амбиции при малой амуниции. То есть, даже тот Третий Рейх, который к месту и не к месту часто вспоминают, но он, как бы, наряду с установлением действительно такого абсолютно жесткого режима подавления накомысля, он в то же время на каком-то этапе все-таки накормил своих граждан, повысил серьезный их уровень жизни. Ну, и, в принципе, там, как бы там ни было объективно Германия в 30-е годы по ряду показателей, многие социальные проблемы свои решила. Понятно, что решила во многом нелегитимными средствами, но, тем не менее, то есть там была хотя бы какое-то время массовая база объективно для поддержки этого режима. За счет чего вот нынешняя власть планирует вот это вот непрерывное закручение гаек внутри страны и при этом еще агрессивная внешнеполитическая программа вовне. Ну, как бы, не совсем понятно. И мне кажется, что здесь все-таки в конечном счете сама жизнь, она внесет свои коррективы вот в тот курс, который у нас производится на протяжении последнего года. Редактор субтитров А.Семкин